Солнце, воздух и вода. Наши лучшие друзья. Если ты не древнегреческий парень Икар, который летел по воздуху, обжег крылья солнцем и упал в воду. Наша история про Икар, сына изобретателя Дедала. Икар, сынок, где сюда? Что такое, батя? Где сюда? Я новое изобретение придумал. А, чекай, не с того почав. В тебе рука взрослась? Конечно. Все, тогда я новое изобретение придумал. Дивись, крылья. Ты только представь, как ты будешь лететь по воздуху, между солнцем и водой. Все будут стоять, смотреть на тебя. Батя, я тебе сказал, я не буду летать над людьми. Все. Сначала трусы придумай. Ой, перестань. Шукер, мамка, иди. Привет, дебил. Я Дедал. Сейчас разберемся. Так, и что, чем мы тут сейчас занимаемся? Дивись, я придумал крылья, и теперь могу летать. Вот и разобрались. Господи, сказала мне мама, вы хоть замуж за Сократа. Он бы мне хоть интересные подписи под фотками в Инстаграме придумал. Не тринти. Я и тебе кое-что придумал. О, нет. Это моё лучшее изобретение. Я его назвал Ружик. Я вам говорю. Это такой конь. Ну, в смысле, полу-человек, полу-конь. Вы, чтобы знали, что он в нас в Древней Греции витворяет. Такое отмечу я. Я вчера пошел в Центр Вакцинации и сказал, смотрите, смотрите, какая у меня побочка. А что ты стоишь? Ну, поздоровайся. И нафига мне Кентавр. Я вообще ту машину хотела. Так вот, пожалуйста. Кентаврия. Так, а ну-ка, да, я прокатаюсь. Алло. Алло. Ой. Ну, сразу видно, что Кентаврия. Не встигла завести, уже половина відвалилась. Так, Дедал, все твои изобретения – это полная фигня. И крила твои – полная фигня. Потому что их або солнце расплавит, або на мочи – вода их морская. Слушай, а вона права. Нам треба домовитись з солнцем и водой, чтобы они нас не трогали. Каким образом? Нам поможет лучшее изобретение, которое придумали, кстати, украинцы. Какое? Кумовство. План такой. Так. Для начала идем на гору Олимп и домовляемось с Богом солнца, чтобы он нас не трогал. Все, что? Все, пошли, гайда. После горы Олимп. Мужики, я вам отвечаю. Я отвечаю. Тут была гора. Серьезно. И шо тут? Кто тут? Дед тут? Я, конечно, сильно извиняюсь и возбуждаюсь при виде красивых молодых мужчин, но касатики, гору давно снесли вашу. У нас тут великое строительство, добро пожаловать в ЖК Олимп. А вы богиня? А я просто богиня. Ефредита. Ефредита. Мать моя женщина, наверное. А тебя, случайно, не принятый украл, потому что ты прямо огонь. И шо? И где наша вторая половинка? Ну, наверное, где-то в поле пів коня бегает. А-а-а-а! А-а-а! А что? Женщина, смотрите, короче, мы будем лететь по воздуху. Нужно договориться с Богом Солнца, чтобы он нам крыло не спалил. Надо погоду на айфоне смотреть, молодой человек. Бог Солнца в отпуске. Мы тут этому Богу молимся, как его ЖК, ЖК, ЖК. Да ладно, не мы Россий, я помогу. Только мне мужичка этого оставьте Ну это как в жертву богам Ну то есть конкретно богине Конкретно мне Конкретно для плотских утех Конкретно Мы поняли, все, все, не продолжайте больше Все, отлично С солнцем договорились, пошли договариваться с водой Да Чтобы договориться с морем Нужно договориться с теми, кто его контролирует На пиратском корабле Здравствуйте, а это вы тут море контролируете? Да, мы первый женский пиратский корабль Йо-хо-хо, и бутылочка просека Я вообще-то думал, что, ну, женщина на корабле, это плохая предметка Так это же придумали пираты-геи, чтобы устранить конкуренцию Короче, нам нужно поговорить с главным Капитан Ого Йо-хо-хо И лада с лимоном Я на антибиотиках А капитана, что у вас с ногой? Ты когда-нибудь брил ноги в шторм? Кстати, мы по поводу шторма Нам треба договориться с морем, чтобы оно нам не намочило крила Можно? А мне из-за того, что дубланы, пиастры Может, новые ноги? О, какие? Ее ноги Какие Хорошие ноги Пикало во мне в зятья Все, пацаны Договоренность с морем у вас есть Все, спасибо, можно лететь? Айда, пошли Где-то на обрыве Офигеть, батя Только это И скажи хоть Как не могу управлять? Ну, знаешь, сынок Полит Это как драка на дискоте Так Закрываешь глаза И сильно махаешь руками Ну, что? Попробуем? Давай Мальчики, подождите Я же вам с тобой в дорогу пирожки напекла С капустой Вдруг разобьетесь Не разобьемся мы Мы с солнцем и водой договорились Все Ты что, Скотт? Вже хряпнул для смелости Да нет Він правду каже Мы одновогие пиратки пив коня отдали Можем лететь теперь Ты что, Скоттина, уже и сына наливаешь, а? Так, сынок, снимай крила Батя тронувся Подожди, подожди Он правду говорит О, пожалуйста Шей пиратка конь Сейчас все вместе на этих крилах В дурдоме полетим Да, який дурдом, Настя Ну, как ты не понимаешь? Мои винаходи, вони Комусь дают можливість ходити Комусь можливість літати А мені Можливість мріяти Эх, цікаво Як там зараз ружик У мене все супер Маленький, фраглира Бач, всіх все супер Так що Водочки нам принеси Ми дамой літім Больший гард! Чекай, 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 батя, батя Ми вже вдома Поехали! Стоп, 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 стоп Цю фразу вообще Гагарин говорив Боже, як ти душний Просто розбігайся і прыгаєм Поехали! Маленький, чекай, чекай, батя Моя провінція Ясно все Так, дякуємо, Стас Все ясно Не-не-не-не Хто ви, ребята? Я просто не Ми, ваші гробовщики Ви що, забіли? Забьем юмористичні голоси Я думав, ти дослышав до конца Я кажу про Гамлета Вообще Аниме Зачем ім не Откуда знає, хто такий Гамлет? Бедний Йорик Подожди Продолжайте Для початку я считаю Все хорошо Даже по тим вот кнопкам, которые понажимали І у Ружика все в порядке У Ружика стопудово Все в порядку У Ружика вообще все Давайте подивимось загальний бал За полотно для команди Моя провінція Увага на екран Під ваші оплески Сумуємо бал Підтримайте першу команду 73 бал І перше місце І перше місце Взагалі як враження Як вам глядачі Наша нова система Ви все бачите, так? На своїх екранах Ви все бачите реагувати В них один На яких своїх екранах? На своїх екранах, які вони бачать Смотри Те, що в тебе вдома много екранів Це не значить, що кожен з них мільйонер Я тебе прошу, пожалуйста Я хотів би заслужений артист А ти що від друга президента отримав? Позови Номер телефона А ти йому позвониш, коли попрошу Так, у мене є номер телефона Я позвоню і скажу, щоб тебе його забрали Була так важна штука Ми пояснювали правила гри Ну давай, будь ласка Я тобі не буду заважати Та не заважаю Євген Кошовий, найкращий ведучий Окрім Потапець на сьогодній сцени Я хочу пояснити Він просто включається на полуфіналі Така що, в тебе режим строгача і не такий строгий Він бакланд 12 поставив Та ти на другому місці А, так? Так Не працює А ти бачиш, як бакланд показав депутатський прийом Як він натискає на обидва планшети Подвійне проникновення називається Не всі володіє такою технікою, Станіслав Браво Не всі навіть це уявляють, Леша Скажи, ти поживеш своє, Леша Ну, поверь мені Там місце освободилось, слуги народу Репетує, ти видиш Разумкова, все А ти, як все Ты вже в курсе? Ну, не у тебе одного телефон є Я забыл, що ми з одного колектива Скажи, там, хто наступний? Ти Мы Ты уявляєшся, новий президент Верховна Раді два спикера Ты понял? Все будет по-европейски тебе. Саня, как тебе начало? Супер, но мне понравилось с самого начала. Вы столько времени уделяете оцениванию. Вы сказали, у нас есть высокотехнологичный пристрой оценивания. Там одна кнопка. Уже хорошо. Мы працювали для вас. Дантес, откуда у тебя ВУСА? Скажи. На самом деле мне показалось, что я так брутальнее. Вот, а еще я... Ты пропаривать, Надя, можешь все что угодно. Нет, я честно, я завтра клип снимаю, ребят. Я завтра клип снимаю, и мне для Руони... Усатая любовь. Молодец. Усатая любовь, да. И мне нужны усы. Правильно, вот так надо было объяснить. Или любовь с усиками тоже. А у Дантеса уже такой, браво, Маша, браво! Браво, браво до плески. И этот брутальный мужичок вас проводит, да. Спасибо вам. Идем дальше. Если тема первой команды звучала, как «Диета и фракционная», то тема второй команды звучит, как, звичайно, «Субота Стаса Баклана». Кино, вино и домино. Встречайте команда «Нос» и Сергей Бабкину. Увага на экран! У нас на каждую игру всегда один настрой. Нам главное, чтобы зритель получил удовольствие, и мы точно так же. Мы кайфуем. Конечно, я хочу, чтобы моя команда дошла до финала. Но это не первоначальная цель. Вот там нам что-то, вы, а, а, ура! Ну, это такая, ну, для меня это глупость. Здесь и сейчас, это самое главное, получить, как сказал Кирилл, кайф. Если ты хоботишься, если ты не в кайф, это гайки. Но вот мы, команда «Нос», можем обещать, что если мы выйдем в финал, мы жестко кайфанем. Если команда выйдет в финал, я себе набью татуировку. Эмблема «Лига смеха». Кирюха, что ты делаешь? Жека, ты представляешь, я был недавно у Потапа дома. Подхожу, а у него там двери обычные, представляешь? Обыкновенные двери, простые. Да, Леша, ты, конечно, мне друг, но такого я тебя не ожидал. А потому что человек не знает, что такое министерство дверей. А министерство дверей – это лучшие двери в мире, Леша. Хочешь домой заходить с кайфом? Выбирай министерство дверей. Запомнил? Все, мы выступать пошли. Давай. Да. Министерство дверей. Владимир Александрович в курсе про министерство? Интересно. Встречайте, нос на сцене. Да, красота-то какая. Лепота. Ну, пацаны, скажите, не тема, а сказка, а? Вот если б вместо домино еще девчонки были, их же в руках куда приятнее держать. Ах-ха-ха-ха-ха-ха. Шо, Пухлый, тебе нравится, да? Да. А тебе везде нравится там, где жрать надо, там где ходить меньше. Да. А вам не кажется, что начинать такой конкурс на чиле расслабоне – это немного смело? Немного смело? Это Саакашвили в Грузию вернуться, понял? Здорово, латентные! Опа. А шо, на сцену Мэл Гибсон вышел? Да вроде нет. А шо за храброе сердце, Сережа? А шо расселись в тюлени? А? Полуфинал! Ну-ка встали, когда с вами старший разговаривает. Сережа, ты шо сюда, на поезде с дембелями ехал или шо? А-а-а-а-а. Успокоился? А шо, в твоей жизни отличие и кто-то успокаивается или шо? Ладно, да, все, хорошо, я успокоился, да, да. А теперь отчетливо, своими жирными губами назвал мне тему игры. Кино, вино и домино. Отлично! Значит снимем, да? Выпьем, правильно? И сыграем. Серёжка, ты извини, пожалуйста, не то, что нам что-то не нравится, просто с предыдущим тобой контраст такой, как будто батюшка сатану вызывает, ей-богу. А это смело, смело, шутка про религию, смело. И вино на сцене, смело. Вишневый сок? Вы что мне вздумали, на полуфинале вишневый сок пить? Так лига смеха, условность. А если в темной игре будет солнце, море, иудисты? Вы что, в одежде выйдете, или что? Ну да, слабаки, боитесь потерять достоинство? Да нет, боимся писюны показывать. И метафоры вообще понимаешь, нет? Понимаю, но показывать не хочу. Так всё! Значит, я проанализировал тему и нашёл точки соприкосновения. С вином у вас общее, что вас тоже давили ногами. С домино у вас общее, что от вас воняет рыбой. А с кино у вас общее, что? Что? Вот мы сейчас и увидим, что? Харикали! Сапоги, сандали, поехали, погнали! Вот это заход на выступление. Хорошо. Ну что же, начнём с кино. Итак, в 3D кинотеатре. В каком 3D кинотеатре ты? Ребята, дома будешь 3D кинотеатр с этим строить. Ну а что? В 500-100D кинотеатре. Случай в 500-100D кинотеатре. Я не хочу в тебя стрелять, Джон. Почему, Билли? Мне не за что тебя убивать. Стреляй, стреляй! Он спал с твоей женой! Что? Я говорю, он с женой твоей спал. Я второй раз смотрю. Стреляй, давай! Так я не жена. Это пока! Короче, он тебя сейчас подстрелит. Ты в больничку попадёшь. Там с медсестрой познакомишься. Хельга. На ней поженишься. А она тебе с ними изменит, потому что ты лох. Изменит, изменит. Ты давай тоже особо не выделывайся. Я ведь отца спасаю. А что с отцом? Короче, ты сейчас его подстрелишь. Он в больницу попадает. Там с медсестрой знакомится. Хельга. Женится на ней. А она ему изменяет с тобой, потому что он лох. Он решает тебе отомстить. Едет к тебе домой. А тебя там нет, а есть твой папа. А вы похожи, как две капли воды. И он вместо тебя застрелит его. Вот и всё. Мужик, а можешь не мешать кино смотреть? Братик, я тебя прошу. Я сейчас быстренько кинцо настрою. Нормальный сюжетик. И глянем с кайфом. Я тебя серьезно. Просто там такая... Мужик, что делать? Ну я не знаю. Ты давай сам решай. Он твоего отца завалил. Ты убил моего отца? Я не стрелял в твою папу. Вот. Вот. Вот теперь интересно. Что интересно? А как ты в суде будешь оправдываться, что ты брата родного застрелил? Так он мой брат? А-а-а. Так, ну всё. На трейлере размялся. Можно и киносмо посмотреть. А-а-а. Нормально! Нормально идем! Серёжа, а ты что делаешь на этом балконе, а? Тихо. Наблюдаю за этими кнопкодавами. Серёженька, а можно за людьми не в прицел наблюдать, пожалуйста? Да не волнуйся ты. У меня ж там не пули. А шо? Пальцы. Какие пальцы? Красные. Так, вы сейчас особо резких движений, пожалуйста, не делайте. Ну это Бабкин на балконе. Он там сейчас что-то повозмущается и уйдёт. А чё они попритихли, а? Может их растормошить? Не надо никого тормошить, Серёжа. Иди лучше к нам, выступление нам растормошишь. Ладно! Десантируюсь! Да какой десантируюсь? Не надо, Серёж. Просто иди сюда, и всё. Ладно! Иду! Фу, давай, объявляй уже. Случай в кафе. Да ну ты, ну ты чё? Ну давай в романтике, тварь. А что может быть слаще вина? Итак, представьте, Франция. Влюблённая пара ресторан. Таня, ты свинья или курка, а? Тебя резать или колоть, Татьяна? Миш, успокойся, ты только недавно вышел. Таня, как у тебя это получается? Я не понимаю, как? Ладно, всё, тихо, спокойно, спокойно. А ну покажи ещё раз счёт. Твою мать! Таня, Танечка, вот ты мне объяснишь, что ты за человечек сказочный, а? Вот как тебе брекеты во рту жмут, а Рено Логан тебе сейчас туда заехал, а как в гараж, Таня! Так, ладно, слышишь, а можешь просто для моего успокоения в счёте три последние цифры за крах, а всё равно три остаётся? Ух, Таня, житуха у тебя сейчас начнётся, ой! В смысле? Бездомная, разведёнка, с прицепом, Танечка! Миш, простите, а вы оплачивать будете? Ты? Нет! Тогда я зову администратора. Да, и это, эвакуатор позови. Зачем? А сейчас мы из женщины Рено Логан доставать будем! Миш! И так, представьте, в Херсоне открыли первое сельское казино. Что, я пойду повешу, наверное, табличку закрыто? Давай, всё равно никого нету. Опа, первый клиент! Так, собрались. Добрый вечер! Мы рады прижеловать вас в нашем казино Атлантис-Парадис-Резорт-СПА! Спасибо! Слушайте, интересное у вас здесь казино, а что у вас везде картины Трифовому королю висят? Побойтесь Бога, это иконы, вы шо? Да? А зачем в казино иконы? Я спрашиваю, зачем? Но батюшка, когда проиграл, сказал либо этим, либо ничем. Вариантов не было. У вас здесь еще и батюшка играет? Да, он когда осветить пришел, так тут и остался. Проигрывается, шо-черт! Ладно, хорошо, а где у вас можно приобрести фишки? Отпишки, пожалуйста. Давайте. Фишки. Интересно-то как? Огурцы просто порезали? Огурцы. Не нравятся фишки? Можно наличкой. Давайте, наличкой. Давайте, всё, давайте, что, рулетка есть? Конечно, есть! Рулетка! Ваши ставки? 200 гривен на 50 красное. Отлично, отлично. Отлично, закрывайте глаза. А что это? Берите. Где? Всё, отходите, отходите, отходите. Оп, стопа! 248 желтые, проиграли. Проиграли. Повезёт. В следующий раз обязательно. Обязательно в следующий раз. Так, подождите, ну давайте еще раз во что-то поиграем. Давайте, Кости есть? Конечно, Кости есть. Присаживайтесь, присаживайтесь. А что такое? У вас 10 секунд, время пошло. Меладзе. Хабенский. Что, что? Пошел уже, давайте. 5 секунд. Что? Так, ну, давай! Всё, время вышло, проиграли. А надо было просто Костю популярного. Да, Станиславский, Дзюли. В конце концов, на второй конец. Так, подождите, давайте, может быть, еще во что-то сыграем? Давайте, давайте. У нас есть авторские игры. Например? Например, эм... Угадай, сколько шариков? Да, сколько шариков. А, это Лото? Ну, не совсем. Нет, нет, нет. Вон, коза, видите, пасется? Ну? Вот, угадай, сколько сейчас шариков будет. Так, нет, в это я играть точно не буду. Слушайте, у вас серьезное казино. Я так понял, что здесь можно проиграться по-крупному. Да, да, у нас недавно мэр 15 косарей отоставил. Что, серьезно? Да, 15 косарей, 2 конюха, доярку и пару пастухов. Он же шаграрий. До свидания. Да ладно, подождите, у нас еще домино есть. А домино, там, может, рыбу поймать, а потом поймать еще. Сережечка, это, конечно, все классно, круто, что ты такой заряженный и все это самое. Но ты, может, объяснишь, почему? Смотри, ну, вообще, фраза кино, вино и домино, что олицетворяет в целом, знаешь? Нет? Ну, это возраст. Это возраст мужчины, который в полном расцвете сил. В соку. Понимаешь? А у меня осенняя хандра, потому что чую, что сейчас начнутся титры. Осталось там на один глоток вина в бокале. И вот чую, сейчас кто-то прикроет рыбой. А у вас все только начиняется. Чу-чу! Да ладно, Сережка, красава! А, сейчас, конечно. Сергей Бабкин! Команда НОВ! Ну, артисты прям, ну, такие же артисты. Ваши области команды НОВ и наимоверный Сергей Бабкин. А який запальний и ищущий Сергей Бабкин. Больше, девчата, киньте свои телефоны, трущики сюда. На все. Вау! Сережа, твои? Сколько платишь? А, твои? Да? Молодцы, молодцы. Молодцы, поддержите, поддержите. О, крутя! О, это болевальники! Я думаю, что мы даже пытаться ничего не будем. Я хотел сказать, как классно, что вы поднимаете темы легализации казино. Это 8 сезон. А что будет в 9-м, в 10-м, когда легализуют марихуану и проституцию? Просто закрой рот! Нет, я хочу почути наших судей и побачить сумму оценок. Хочемо побачить? Дивимось на экран. Ваши облески, поддержите нос, как вы поддержали для всего. Круто, команда НОВ. 9-103! Баллы! Крутяк! Под облески! Идите за колеси! Браво! Вау! Это уже Саркайд Папкин! Он делает кайф! Спасибо большое, Сережка! Спасибо, ты лучший! Продолжаем! Скажи, пожалуйста, Жека! Так, Леша! А что нагадывает тебе тема? Камень, ножицы, папир! Камень, ножицы, папир – это зарплата Пекалова, что? Непогано! Встречайте! Команда «Мы слышали» Гагару и Александр Пекалов! Увага на экран! Тихо! Ну, что же нам не пофиг? Мы испытываем волнение. Спасибо. Потому что кто ставит девочку первую игру? Поставили бы хотя бы в четвертую, но уже какое-то время есть. Потому что хотелось бы больше времени. В целом, жизнь, чтобы длиннее было. Чтобы не волноваться, нужно думать. В момент повествования нашей повести думать не о себе, а о повести. Тогда не волнуешься, а хочешь поделиться. Ну, если, конечно, придумалось что-то волшебное. А оно придумалось, правильно? Если мы пройдем в финал, то мы обещаем, что мы перейдем на финальную игру. Я не могу это пообещать. Если мы с Александром Пекаловым проходим в финал, то Александр Пекалов везет меня в путешествии. И мы путешествуем. Меня это не пугает. Ну, в Афганистан просто. Мы вышли из дома за чудесами. Мы вышли из дома за чудесами. Мы вышли из дома за чудесами и не вернулись домой. Мы вышли из дома за чудесами. Мы вышли из дома за чудесами. Мы вышли из дома за чудесами и не вернулись домой. Тук-тук-тук. Вам можно? Ой, уже занято. Извините. Что? Что? Ничего мне сказать не хотите? Спасибо большое за ответ. Вы что теперь с ней? Предатели. Подождите-ка. Я знаю этот шрам. Я как раз тогда перечисляла все острые предметы в голове. Сильно реалистично представила мачете. Так это же я. Была здесь в уборной в Октябрьском. А там на графике уборки везде мои подписи. Так и думала, что веду двойную жизнь. Тебя что, начали производить массово? Смотри, какая. Мне одной много. Отдай микрофон. Отдай микрофон. Микрофон отдай. Часть первая. Камень. Где герои столкнутся с необратимой проблемой. Потеря себя. Александр Пикалов. Что ты натворил? Я думала, я на этой сцене легосмешной себя нашла. А теперь я себя потеряла. Молодец. Спасибо. Я теперь не знаю, какая я. Я не какая. Я какая. Я не знаю. Может, я невеста. Нет, у невест белое платье. Так, может, у меня стреляли за кулисами. Или, быть может, я роковая женщина. Мне как раз на попу пялились. С чего ты взяла? Да я тут ресничку нашла. Ладно, шучу. У меня там счетчик просмотра. Как на ютубе. Или, может быть, я рэпер? Голос улиц. Перхит дозволено. Нет. Да какая? Я не знаю. Александр Пикалов. Кто я такая вообще? Да ладно, не нервничай. Словим мы тебя. Словим. Ты беги за ловушкой, а я за приманкой. Это брак, что ли? Какая ловушка? Александр Пикалов, это же мышь и ловка. Тут даже приманки нет никакой. Приманка есть. Какая? 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 Ну какая, скажи. Ну скажи. Ну какая? Она Александр Пикалов. Блин, вы видели какая? Какая? Ладно, не смотрю. Ты когда-нибудь на женщин охотился вообще? Они же не летающие. Ну чтобы найти себя, нужно понять, что ты умеешь делать лучше всего. Ну есть у меня один дар. Я умею соблазнять женщин. Я думаю, когда бог таланты раздавал, он что-то перепутал. Поэтому где-то мужчина без этого дара ходит. Да. А я умею. Верю. Бог свидетель. Показать. Покажи. Показывай. Не на мне, на мне не надо ничего показывать. У нас же для этого есть команда зрителей. Да сейчас я в зале найду красоточку соблазню, и ты потренируешься. Маша. На меня что, таргетируются красотки? Приветики. Какая прическа красивая. Это не голова. Это полка для короны. Можно вас на сцену? Да, давайте. Это же не вопрос, вы сами понимаете. Все было нормально. Сегодня ты взял и влюбился. Сегодня ты взял и влюбился. Становитесь по центру. Часть вторая. Ножницы. Где героям предстоит показать, какой у них острый язык. Да вы не женщина, вы открытие. Видал, какой подход? Ну, мы пока ко мне ехать не торопимся, поэтому можешь ты попробовать. Как от вас пахнет. Что? Где-то жли костер? А я думаю, откуда такая зефирка, а? Да не работает как-то, да. Вообще-то я не по комплиментам. Я больше по оскорблениям. Показать? Только не на ней. Давайте возьмем для этого представителя сильного пола. Прячьтесь, кто не хочет, на сцену. Такс. Ну, я вглубь. Приветики. Можно вас пригласить на пару оскорблений? Света, а что ты с ним нежничаешь? Жестче, жестче давай. Есть у меня в арсенале одна жесткость. Сейчас покажу. Готовы? Ты показала язык, да? Ну, как язык? Если бы у меня было пять языков, это был бы средний. Ладно, пойдемте. Падам. На ней сцена неимоверна. Незвычайно. Это вот нам модель для оскорблений, пожалуйста. Он? Он. Это зритель из «Портера»? Выглядит, как с балкона. Хорошее оскорбление. Вас раньше оскорбляли за деньги? Укрпочта не в счет. Давай ты. Я? Да, давай. Прям оскорбление. Давай, давай, давай. Девственник. Ладно, извините, не девственник. Бесконечный девственник. Положил свою девственность в сейф и поставил паролем дату первого секса. Кстати, вы знаете, какое сегодня число? Так разблокируйте же человека. Что несется? Какая романтика. Все, заходим в гондолу. Давайте. Вы тоже. Гребите. О, а вы гребите в другую сторону, чтобы мы стояли на месте. Я вас отправляю в совместную жизнь, а вам на свадьбу подарю табличку такой ученический, знаете, чтобы вы не врезались ни в кого случайно. Все, плывите в зал. Спасибо большое за тренировку. Спасибо. Свет, я не понимаю, но у тебя получается и оскорбление, и комплимент. Так это же разные. Совершенно разные вещи. Не может такого быть. Что я вообще такое? Александр Пикалов, да мы так меня не найдем никогда. Давайте, все, давайте попробуем сначала. Вот она вернется точно. Давайте, увозите дверь. Сейчас все сначала. Все, забыли. Вот сделайте такие выражения лица, как в начале. Вот это ваше. Все. Часть третья. Бумага. Время все начать с чистого листа. Да кто это поддакивает все время? Кто это разговаривает? Кто ты такой? Импровизатор ты. Кто ты? Ну ты же команда зрителей. А я представитель YouTube зрителей. Я все всегда комментирую. А в лицо мне это слабо сказать? А ну давай на сцену. Что ты там комментируешь? Было нормально, сегодня ты взял и влюбился. Сегодня ты взял и влюбился. Вся и влюбился. Что молчишь? Комментарии мысленно пишешь? Нет. Я не смотрю то, что мне не нравится. А что тебе нравится? О-о-о. Мое любимое видео это 10-часовая запись костра. Там после 8 часа вообще разрыв начинается. Смотритель костра? Звучит как призвание. А как ты вообще в себе это знаешь, обнаружил? Я обратился к гуру. К мудрецу. И он помог мне обрести себя. Интересно. Может ты помнишь координаты этого гуру? Можешь мне на руке набросать план? Конечно. Все. Пока. Отписка. Дверь к гуру. Это так волнительно. У меня столько вопросов. Гуру, ты дома? А где гуру? Закатился там что ли? Александр Пекалов не видел гуру? Я жду. Я гуру. Ну скажи тогда какую-то мудрость. Все в жизни подчиняется одним и тем же законам. И в футболе, и в раскраске правила одинаковые. Не вылезать за поля. Что получается? Футболисты хороши в раскрасках? Ногами. Звучит более чем убедительно. Верю. Александр Пекалов, тогда серьезный вопрос. Как найти себя? Но чтобы найти себя, нужно делать то, что любишь. Так просто? Так тут все очевидно. Всем-то понятно, что я люблю. Легко. Брейк-данс. Что-то происходит? Заметное изменение? Что-то не работает. Александр Пекалов, ты уверен? Ну, значит, ты просто брейк-данс не любишь всей душой. Блин, я уже на батл записалась. Слушай, а может быть, ты любишь играть в камень-ножницы-бумага? Александр Пекалов. В первой части нашего повествования «Камень» мы говорили о том, что какой тяжелый камень на душе, когда ты не можешь найти себя. Во второй части «Ножницы» мы говорили о том, что даже когда ты чувствуешь себя разрезанным, разным, ты все равно единое целое. Не нужно этого бояться. В третьей части мы поняли, что чтобы найти себя, нужно делать то, что любишь. Ты что думаешь, они дураки, метафор не понимают. Вот ты сумасшедка. Хочешь сделать что-то безумное, на трамвае иди покатайся. Ух! Да все, все, не ори, бесишь меня. Ты меня бесишь? Нет, ты. Сработало. Получается, что? Я люблю злиться на Александра Пекалова в микрофон. Ну, у меня и фетиши. Мы слышали Гагару и Александра Пекалова. Помогите! Ваши облыски! Мы побережали. Такий гумор тоже присутствует в нашей лизе смеха. Какий гумор, Женя? А такой и другой. Инший гумор, да? Браво, Александр! Как тебе пасует белый, ты мне нагадуешь пляшку кефиру. Браво! А игра какая? Есть вопрос? Олеся, 10 баллов всего-навсего. Почему? А было 5, по ходу, пьесы. Потом нагнали. Я просто пыталась быть щирой. Вот и все. Молодец. Я ставила, когда мне было смешно, я ставила бал. Молодец. Ничего, ничего, и не смотрелся, что произошло. А что не сподобалось? Нет, дело не в том, что не сподобалось. Тут не может не сподобаться. Понимаете? Ну, вы понимаете, как никто, что и гумор очень субъективная речь. Вот оно сегодня заходит, а завтра не заходит. То, от чего ты смеешься, на наступный день тебе будет удивительно, что ты смеялся. Ну, это правда. Это правда. Облески за щирость Олеси. Это кроме того, это не относится. Квартал заходит и заходит. И дай больше. Давайте поднимемся, загальный бал. Мы слышали, Гагара, под вашей облески за... Потримайте команду, есть! Это интересный, невероятный, иначе гумор. 62 баллов, ничего страшного. У нас все вперед. Облески, поддержите команду, это иначе. Света, молодец, Саня, красавчик. Ну, бывают разрезы в мире, на которых чувствовать себя счастливым не удается. Просто ты более спокойный. Вот я сегодня была спокойная, но ничего не сработало. Конечно, не всегда попадаешь в это радостное настроение. Дело во мне. Спасибо, что участвовали. Зараз информация для всех Лига Смешників. У 2 декады сичня в Одессе мы очень сильно планируем провести повноформатный фестиваль Лиги Смеху. Поэтому все команды, которые хотят увидеть себя в 9 сезоне, рекомендуем вам готовить свои выступы. Ну и... А уже без них туда не можно. Довидка про вакцинацию тоже должна быть. И то иное станет вам в нагоде. Давайте поаплодируемо всем командам, которые до нас приедаются в 9 сезоне. Три полотна позаду переходим до другого конкурса, который называется «Театральный». И в связи с этим у меня вопрос к Олесе и Стаса. Как вы ставитесь до того, что в театральном конкурсе будут играть непрофессионные акторы? Ходят чутки, что в вашей театральной актерской тазовке до аматеров на сцене ставится, так бы мовити, не дуже. Лешенька, меня на самом деле ничего не смущает, кроме одного, что у один из ведущих по образованию физрук. Аматоры, не аматоры. Главное, чтобы было смешно. О, все правильно. А мы с тобой не аматоры, мы профи, я к вам в зал, а? Окей. Мы не играл, так не играл. Мы не у Франка. Леша, хочу тебе сказать, как старый сенсей, ну такое. О, это, мне кажется, найсексуальнейший человек, который приехал сегодня на черную аренджировку. Да что такое? Ты что, европейских фильмов передавил? Да, дай я скажу ему лизну, трошки баклана, может он станет добрее. Дай лизну баклана, нормально звучит. А это песня. Дай лизну баклана, дай лизну баклана, туру, дай лизну баклана. Все. Все. Все разом, все разом, дай лизну баклана, дай лизну баклана, ооо. Па-па-па-па, кода Женя. Ух. Отже, театральный конкурс, но у нас есть сюрприз. Кожная команда в этом конкурсе будет выступать не сама, а с другом. С другом легосмешником. С кем конкретно, узнаем мы безусловно из выступления команды. Первым, театральный конкурс, представит команда «Моя провинция», Винницкая область. Маша, прошу, оголошусь. Подхватить, дай этот челлендж. Подхватить? Маша, подхвати этот челлендж. Давай. Маша, подхватить. А что вам лизнуть? Леша, второй куплет. Стас, если бы меня спросили, я бы так долго не думал. А я не думаю. Леша, второй куплет расскажи, о чем там. Так, мальчики, посмотрите быстро на сцену и угомонитесь. Вот наша история о Джеймсе Бонде, который родился и вырос в Одессе. Женился нормально, купил себе двухкомнатную квартиру на окраине Рено Логан 2005 года. Но продолжал ходить на спецзадания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует... 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 так как ты мог меня не узнать я однажды после работы принесла домой 100000 долларов ты продавала в сентябре обогреватели никто не догадался насть 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 мы женаты 5 лет я знаю когда ты симулируешь господи ах ты скотина а а а куда нахолот да 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 картошка была лишняя сто процентов ну я тебе следующее раз таблеточку слушай слушай насти мне кажется вот эти наши ролевые игры зашли уже ну слишком далеко давай купим ну просто наручники кляпну а тебя бы мне рот закрыть поехали домой поехали бонд тепер вам потрібно піти все 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 мама кладите трубку мы больше не играем все александр станкевич крутяцкая круть александр станкевич та моя провинция нагадаем что александр был найкрашим актором лиги смеху так когда это было 1977 году у антеса были такие бакенбарды а ты скучил скажи честно максимально они до сих пор мне паспорт не отдали когда я хожу 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 ваше оплески александру да це було круто все один театральний конкурс с еще одним другом лего смешником выгласка нос херсон бабкин давай объявляй многие не знают но есть теория что александр сергеевич пушкин не умер он переехал во францию и стал александром дюма давайте просто представим как это было саша 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 я все придумала няня арина родионовна что случилось ты посмотри во что ты превратился саша арена родионовна ну вы же знаете я потерял музу а я потеряла вкус шардон майот во рту саша понимаешь саш ты три года как умер дантес три года как сидит где тюрьме нет блин в лиге смеха в тюрьме конечно ничего не продается бабок нету саша роялти не капает а что такое роялти и за чё такое роялти i got royalty got royalty inside my dna дед твой написал стыдно не знать саш так саша я все придумала как всегда нянем все сделают молодой человек прошу познакомьтесь здравствуйте здравствуйте александр сергеевич пушкин поэт писатель драматург публицист александр дюма начинающий писатель очень приятно приятно в принципе этого достаточно да няня вы чего все теперь ты александр дюма мы берем его произведение выпускаем бабки сыпятся фишки капусточка у няни в кармане я все песни в караоке вне очереди буду заказывать понял просто устала на этих закладках работы каких закладках я библиотеки раскладываю в книге закладки книги ё-моё я забыла спросить где его книги лежат ладно саш так у тебя есть какие-то наработки да да у меня есть у меня значит у меня есть приквел лукоморья ну то есть что было до что было до но там короче код поступает в универ на физмат становится ученым копит деньги на цепь покупает и вешает на дуб знакомиться с русалкой садит на тот же дуб и пошел по цепи вот так кругом не саш это постная где никто денег не даст ты этот у тебя же если руслан и людмила ну да давай сделаем толерантную версию как это руслан и руслан и что вы нам дали оскара в будущем один руслан будет темнокожим интересно интересно а вот с этим что делать а этого этот я в рукав и в яблоках запеку и ты съешь его ну чё не съешь его ли что не знаю а там живого мяса килограмм 10 остальное одежда кости что не съешь не ну в принципе конечно какой конечно ты дурачок что ли потом что-то с ним придумаем садись работаем давай да да добрый вечер французская жандармерия слышал выстрел я не знал что у нас во франции есть мусора что говорите еще раз говорю выстрел слышал а это мы эту жабу через соломинку надували она лопнула это же франция можно же да вы жаб за людей не читаете не а вот это простите устал лежит просто отдыхает а понял прошу прощения извините думаем саша еще думай я придумал нам кажется нужны какие-то приключения ок не хватает каких-то мужских терок мужских терок дам мушкетеры 33 мушкетера да 3 мушкетера такие бравые юркие парни пиши 3 мушкетера в спортивных костюмах точно в спортивных костюмах ладно пиши 3 мушкетера в удобной одежде точно просто 3 мушкетера напиши не знаю сомневаюсь в этих мушкетерах они ставь на них крест кстати крест вот тут пусть у них будет пропиши пожалуйста это тоже там да да знаете пусть они будут такими бравыми солдатами будут защищать Францию, драться на шпагах. Не, Саш, ты никому не интересен. Они будут фрилансеры. Ну, такие, такие, на суете. В моменте, пацаны, постоянно. Что-то отвезти, привезти, подвязки, подвески, вот это все. И будут звать их Атос, Портос. И колхоз. Колхоз, это что ты превратился, Саша? И Атос, Портос. И Абнимос. До свидос. Саша, это песня какой-то кудрявой женщины. Не то. Арамис. О, Арамис, хорошо. Арамис, да, Арамис. Арамис. И будет у них такой, один такой друг, как у всех есть. Такой шумоголовый дурачок. Который подбивает на авантюры. А как его будут звать? Ну, как Ява заводится. Ну, да, 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 как-то. Д'Артаньян. Да, Д'Артаньян, пиши, Д'Артаньян. И сыграет его Боярский. Кто? Не знаю, просто с космоса идет связь. Давай, записывай быстрее. Ага. Ой, нянь! Блин, книги, Саша, хоть ты сказал бы мне про книги. Да, что-то вылетело. Так, это я записал. Так, Д'Артаньян, да. Да, должна быть любовь всей жизни. Такая женщина, которая его подзаряжает, подпитывает. Подстанция! Да не в прямом смысле этого слова. Ага. А, субстанция! У тебя в башке субстанция. Может быть, констатация. Дурак, но мысли правильные. Давай, еще, еще маленький, делай, делай. Констанция! Ммм, Саша, ты ювелир. Делай, маленький, вы джигерюй. Давай. Да-да? Я опять слышал выстрел. Это он выстрелил. Что это? Колени. Колени стреляют у нас. Вы думаете, я поверю в этот бред? Ты думаешь, он поверит в этот бред? Думаю, вряд ли. Я тоже так думаю. Няня, да хватит! Это уже два тела. Это сложнее куда? Да они будут, наоборот, проще. Они друг на друга, как в Тетрисе, уровень сгорит, и их не станет. Серьезно? Ты дурак, что ли? В реку сбросим их. А, так, ну. Записал? Да, я, в принципе, все. Д'Артаньян, мушкетеры. Да, все есть. Молодец, Саша. Молодец. Без меня ты, правда, никуда, но... Это правда. Я вам скажу, чего же боль? Что я могу еще сказать? Один удел у нас, у женщин, мужчин с отчаяния доставать. Увы, к моей несчастной доле, я долю Пушкина храня. Надеюсь, не забудете меня. Они что, живые? Живые. Саша, ты в стрессе, лучше работаешь. Садись, давай. Я придумал. С вами была команда НОС. И Владимир Мартынец. Как заслуговывает, так и поаплодует, а Володимир Мартынец на нос. Няня, очень крутая. Да, Сань. Ну что, кто же хочет что-то сказать? Что мы тебе, Дэви? Скажи. А, включил редактора. Я где-то это видел. А, да? Да ты бачил цель. Не ваше дело. А я понял, спасибо. Извините. Это когда мы играли с ребятами. Конечно. Я был на месте там. Может быть, тогда ты видел это? Нет. Нет? Я хочу сказать, что мне, я не видел, мне понравилось. Мне нравится, что есть продолжение у Няни. Это потрясающий номер. Мне нравится, как Вова всегда впиливает в простом своем манере. Очень трендовые словечки. Няня оживает. Это, знаете, я могу сравнить, как, помните, диснеевские мультики раньше? Аладдин и все остальное, как они что-то новаторское поселяли в персонажей из прошлого. Точно так же сделали сейчас команда НОС и Вова Мартынец. Спасибо вам большое. Дякуем тебе, Вовка. Давайте посмотрим все мы на экран, что мы там побачим для команды НОС. Загальная сумма за два конкурса. Печаленную поддержку зала. Поехали. Идь, 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 идь. Вау! Буквально один вау! Вау! Вот это неимоверно. Будьба в первом месте заслуживает Володя Молодец. Три выстрелы за один место. Арина Родионовна, дякую вам большое. Непогато. Браво! Продолжим далее. Театральный конкурс номер три. Команда «Мы слышали Гагару». Саня Пикалов оголошает. Прошу. Спасибо, Конференсье. Мы слышали Гагару «Любовь. Ответственное мероприятие». Ребята, с вашего позволения одной ножкой из образа выйду. Потому что есть какие-то проблемы, которые меня действительно волнуют. Я вот просто уже на эти свидания так находилась. Я уже ветеран свиданий. У меня эти медальки за поедание суши уже вешать некуда. Поэтому я просто сейчас хочу сходить на нормальное свидание. Вот с кем угодно из зрительного зала. Но только если человек к этому ответственно подойдет. Вот если человек в этом, ну не хобби, знаете, свидание так по четвергам. А вот профессионал. Вот если человек прям собаку съел на свиданиях, знаете, есть такой? Прошу прощения, а какой породы собака? Что? Ну, какой породы собака? Ну, вы сказали, что съел собаку на свиданиях. А какой породы съел собаку? Я говорила это. Ну, смотри, хотя бы не меньше мопса, как минимум. А пекинес не меньше мопса? Ну, если не на каблуках, то... Нет, тогда была не вечеринка, поэтому не на каблуках. Пекинеса. Я съел пекинеса на свиданиях. Я готов. Хорошо. Если ты съел собаку, то и команды знаешь, да? А парт? Куда? Куда побежала? Куда побежала? Куда побежала? Наивный. Куда побежала? Куда побежала? Где палка? Где палка? Где палка? У тебя? Нет, где? Где? О, о, мясо пахнет. Мясо, мясо. Мужик, ты если бутерброд берешь из буфета, ты в целлофан заворачивай. Ты что? Вон пятно какое на джинсах. В виде Австралии. А, это такие джинсы. Извини, пожалуйста. Да. А, что, Свет? Вась. Ты думаешь, что я искал палку? Нет, Светлана. И я ходил за цветами. Вы просто сказали, что вы ветеран свиданий. Вот вам гвоздики. Вась, ну ты слушал, я же сказала, я уже находилась, но меня этим не удивишь. Ну слушай. Это для Дантеса праздник, да, опять гвоздика? Я повидала. Я так уже удивлялась. Я один раз так удивилась, что у меня брови поднялись, смешались с волосами. Я потом месяц отращивала. Это уж уже... Ой, знаете ли, Светлана, я как-то так удивился, что у меня тоже брови так начали подниматься. Но пошли дальше. Прошли голову, пошли по спине, прошли тело, вернулись обратно. Вроде те же брови, но тело повидали. Вокруг тело за 80 дней с джекичаном видели? Вась, ну сказала же, человек, который в свиданиях разбирается. Ну какой это человек придет на свидание вот с вот этими усищами ужасными? Ну что это ты принес сюда? Свет, я просто из Харькова и... Знаешь, у меня такие усы, как у Бабкина, а у Бабкина, как у Дантеса, а у Чувурина, а у Чувурина, как у меня. Усы сенсары. Я в свиданиях мастер, Светлана. Хочу сказать, что ты более удивительный, чем я, я не понимаю, зачем ты это? Да, Светлана, я, знаете ли, уже жизнь повидал и меня ничем не удивить. О, жвачка похожа на ткача. Где? Смотри, о, смотри. О, орык, бирча, ой-ой, орык, бирча. Ну это рутина, знаешь. Да, это рутина, это рутина, это рутина. Быт. Ладно, давай ткача в яму. Не надо, не надо без парашютика. Не. Вась, ну ткач, жвачка, ну что это? Ну не удивляет, слушай. Я уже сама, знаешь ли, удивляю. Я на прошлую Пасху сделала маникюр с иконами. Так арабы, которые мне руки целовали, да, обращались в православие. Неважно, не будем углубляться, Светлана. Выбирай меня. Я вижу, человек ты способный. Давай я тебя прособеседую, да? Пожалуйста, присаживайся. Просто мое любимое место с видом на Бакланы. Как в Затоке. Хорошее было лето. Ну, в общем, слушай, требования у меня специфические, да? Вот мне нужно, чтобы у моего мужчины были большие волосатые руки. Просто в случае бедности они будут за мягкие игрушки нашим детям, да? Я вот решила, что я для себя только самое лучшее выбираю. Вот в Макдональдс захожу и заказ могу сделать только у продавца месяца, понимаешь? Вот такой статус. Ясно. А я как в Макдональдс захожу, так сразу работник месяца. Это я так с дуру ляпнул. Это не лучшее, что стоит говорить, да, на свиданиях. Произносить на свиданиях, давай. Да, прости, пожалуйста. Ты вообще был когда-то хотя бы? Да, я был на свиданиях. Я даже был на свидании вслепую. И как? Не нашел. Не знаю, но разбираешься ли ты в романтике хотя бы? Кажется, что нет, по твоим словам, будто первый раз. Я не разбираюсь в романтике. Ты не разбираешься, что такое романтика? Что такое романтика? Ответ у меня под носом. Опять про усы будем? Нет, Светлана. Я что, в Бермудском треугольнике усов, что ли? Ты носом играешь? Знаешь, когда я тебя встретил... Ты ртом разговариваешь. Вась, ну это уже перебор. Слушай, я думаю, ты не подходишь на должность ухажера. Это как-то уже очень неинтересно. Так, Свет, знаешь что? Это не совсем корректно с твоей стороны. Знаете что, Светлана? А давайте-ка теперь вы демонстрируйте свою романтику, Светлана. Оскорбительное недоверие, знаешь ли. Я же говорю, я в свиданиях профи. У меня всегда с собой трюк романтический самый. Пожалуйста. Поедание спагетти. Масштабные свидания, сам понимаешь. Я начинаю есть здесь, а ты... Ты беги, твой конец в Ирпине. Вы не торопитесь? Тут, чтобы дождаться сцены, поцелуй и немножко подождать надо. Вы как? Свет, а ты уверена, что если этот конец здесь, второй в Ирпине, что где-то в Браварах никто не подъедает уже макарошку? О, Вася, тут конечно нет, я же профессионал. А? Пожалуйста. А? Бравариха. Поедает макарошку. А ну? Все, Вася. Спасибо огромное. Отдай сюда. Не-не-не, все. Ты не умеешь в это играть. Я не получу. Это моя макарошка. Хоть что-то из-за смеха возьму ценного. А то миллион, миллион. Не нужно. Отдай сюда. Не трогай. Все, смотри, я как в кавказской пленнице, Света. Никакая ты не пленница. Все, перестань. Крепкая. Ася, дай макарону. Аль денте. Хорошая. Вася, ну не тяни. Фу, будь тобой фрикаделька прилипла. Все, отдай макаронину. Это все ненормально. Понял на макаронах кататься? Это ты скажи лунопарку румынскому. Ненормально, когда любовь превращается в соревнование. Я могу то, могу сё. Так нельзя. Вася, любовь не соревнование. Лига смеха это любовь. Понимаете, как хотите. Так подожди. Что получается? Мы не можем быть вместе, Вася. Из-за гороскопов? Нет, из-за жены твоей. Вот оно как работает. А я думал, эту штуку надо в мортор отнести. Подытожить это у меня слов не хватает, поэтому скажу мою любимую цитату Ленина. Ешь, молись, люби. Или, как говорил сам Ленин, ням-ням-ням, аминь, тём-тём-тём. Спасибо. Ваши облачки мы слышали Гагару и Вася Байдак. Я особисто не разумею, где импровизация, а где игра. Давай вместе разумею мы слышали Гагару и Вася Байдак. Маша что-то хочет сказать. Давай, Маша, скажи, пожалуйста. Я хочу сказать, что вот на самом деле Света представляет достаточно новый альтернативный юмор и так далее. Я вот думала, как же вот кто в пару, но Васенька, ты же просто пазл для неё. Вот так совпали оба, я получила удовольствие. Вы молодцы. Вообще приглашенный звездой был ткач, если честно. Вы не поняли вы ничего. Я хочу сказать, что очень похожий на ткача, очень похожий. Как телемагазин я поставлю, давай сейчас. Оп, вот так вот можно приблизить на, да. Есть у нас кран или что-то? Налетите, пожалуйста. Подождите, одна голова хорошо, а с ткачом лучше. Юра, Юра, не падай, Юра, извините, Юра. Ваши облыски неординарные. Фантастичный, шалейный гумор. Подивимось на осенки. Подтримайте всю команду, это что-то маленькое. 134 бали. Супер. Не хвилюйтесь. Это может поменять наш третий конкурс. А я не волнуюсь, я сейчас уйду. Нет, нет, это мне. Я не волнуюсь, я сейчас уйду. Про Макаронина мне тоже очень понравилось. Когда говорят, зачем мне эта Лига Смеха, хоть что-то ценное заберу, а не этот миллион. Вы, кстати, миллион вам достался или нет? Да. Да, поэтому ты женился. Ты же богатый теперь. Мы купили корабль. И скурили его, да? Вася, Вася, Света, мы слушаем Игагару. Вот у нас третий обовязковый конкурс сейчас, после которого может кардинально измениться турнирная таблица сегодняшнего півфинала. И какой это конкурс? И это конкурс с импровизацией. Мы приглашаем все команды на сцену под ваши облески. Для сбережения интриги мы не будем вводить на экраны оценки тренеров. Остаточный результат мы узнаем после того, как все команды покажут свою импровизацию. Півфинальные импровизации будут отличаться от попередних. Сегодня каждая команда сыграет свой отдельный импровизационный этюд. Называется сегодняшняя импровизация, вам понравится и тебе особисто. Так. Неадекватная людина. По две людини от каждой команды грают заданную нам ситуацию, в которой одна людина будет адекватна, а другая будет менять свой образ по нашим подкастам. Вы сейчас сами все понимаете. Так. Давайте начнем с Херсону, с команды НОС. Нам нужна вся ваша поддержка. Зал поддержки и импровизации. Это не просто. Молодцы. Отже. Ситуация такая. Зустріч политехнолога. Неадеквата. И кандидата в меры Киева. Поехали. Виталик, есть идея. Здрасте. Будешь вообще молчать. Всегда. Просто молчишь и смотришь. Внятно, внушительно. Страшно. Посмотри, страшно сейчас. Нет, это не страшно. Это дерзко. Страшно. В принципе, не сложно. В тебе вселился японец. А давайте что-то еще придумаем. Сегодняшняя. 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 Простите, а что происходит? Я хочу внести в твою политику, понимаешь, немножечко, немножечко какого-то пафоса, что ли, излишка. Знаешь, чтобы ты выходил... Ты поступово пьяниешь. Чтобы ты выходил, понимаешь, немножечко такой, знаешь, на чили. На расслабоне. Понимаешь? Ну все, как ты делаешь. Пивко качаешься, понял? Все, что было нормально. Я присяду. У вас все нормально. У меня все нормально. Удочка есть? Ты вважаешь, что ты супергерой-жинка-кишка. Я не знаю, что происходит, но мне это начинает нравиться. Виталик, подготовь валерьянку. Послушай, послушай. Может быть, ты тоже будешь какого-то супергерой? Ты поводишься, как проведница в плацкарте. Чай? Спасибо, не пью. Постель? Спасибо, не сплю. Смотри, на этом ты далеко не уедешь, Виталичек. Далеко ты не уедешь. Кстати, курить пойдем в тамбур? Десять рен. Десять рен. И все, и курим во всем. Во всем. У вас здесь есть тамбур? Он во мне. Я твой поезд, Виталик. Я тебя увезу. Я увезу тебя. Поехали со мной. Ты поступово стареешь. Поехали со мной. Какую-нибудь субсидию оформил. Что-то я не знаю. Ай, что это? Щитовидка? А ну глянь. Все нормально. Что происходит? Ладно, Виталик, извини. От меня что-то, понимаешь, колени ломит. Поясница в последнее время. Что-то мне как-то не это. Но это на погоду все. Это на погоду, которую ты, к сожалению, не делаешь. На которую ты, к сожалению, не влияешь. Как, в принципе, и на все остальное, Виталик. Может быть, придумай мне какой-то лозунг? Лозунг можно. Лозунг можно. Но ты же его хрен запомнишь, Виталик. Так, давайте закинчим. Про какого Виталика он не рассказывает? А это выгодный персонаж. А, это не существующий? Это не существующий персонаж. Ваши обыски. Поїхали дальше. Мы слышали, Гагар. Поддержите команду. Отже, ситуация наступна. Директор элитного детячого садка. Ты. Неадекват. Проводит співбесіду батька, який хоче влаштувати сина. Поїхали. Ну, значит так, сапфировые зубы поставили вашему ребенку уже. Это обязательное условие для приема в наш детский сад. Девушка, у него только два зуба выросло. Вы что хотите сделать с ним? Я просто хочу, чтобы моего ребенка взяли в садик. Что? Что мне еще нужно? Ну, это не просто садик. Вы сами понимаете, элитный. Они пьют чай. Ты думаешь, что ты крутой рэпер? Девушка, у нас садик на Абалоне. Какой он элитный? Воу, дайте мне бит. Чтобы принять вашего ребенка в сад, мне нужна немножечко бит. Золото есть? Неси золото. Мне нужны бусы. Да вы уже и так забрали все золото. Тачки, телки, у вашего ребенка есть? Ну, есть у него маленький мерседес игрушечный. Вам подойдет? Нет, мне нужен большой. Ты не можешь втриматися від танцю. Кстати, ваш ребенок умеет на скрипке играть. Это просто мне необходимо. Женщина, я тут с вами не в игры играю. Не танцевать пришел. Помогите, пожалуйста. А зря вы не пришли танцевать. Ну ладно, приймите ребенка, пожалуйста. Я вас помоляю. О, это уже лучше. Разговор пойдет. Девушка, давайте как-то более приятно общаться и прийдем к умозаключению. Хорошо? Когда вы приймете моего ребенка? Вы суши ели? Что очень приятно. Ну, я горбушу ел. Извините, пожалуйста. Да я просто обожаю. Горбушу. Вы рыбак, может? Ну, в коем роде, да. Что ловите? Удачу. Хорошо пахнет. А можно я поближе постою? Тебе не слухаются твои кинцовки. Не, не, не. Ну так что вам? Танцы все-таки не хотите, да? Не, не, не. Не надо мне показывать на дверь, девушка. Я уже не уйду. А ребенок ваш где? Ребенок мой дома, потому что вы не принимаете меня в сад. Девушка, не уходите. Вы вышли в окно. Вернитесь. Шестой этаж. Куда вы? Я учусь летать. Знаете, это у нас обязательный урок в нашем элитном детском садике. Дети, которые не летают, кому они вообще нужны в нашей стране, да? У меня тут как раз дела возле фонаря, я прошу прощения. Ты думаешь, что твой спеврозмовник собака? Женщина, давайте уже на мировую. Давайте дружить. Все, давайте. Вы моего ребенка принимаете, и мы больше вот это с вами не гавкаем друг на друга. Хорошо? Женщина, что вы делаете? Это поможет? Давайте сядем. Давай. Вот как? Сидеть. Пожалуйста, примите ребенка. Есть. Лови, кушай. Молодец. Перекат. Женщина, вы мне ручку в рот засунули. Вы что делаете? Перекат. Хотите, чтобы ребенка в садик приняли? Да, конечно. Отлично, я мужчин дрессирую. Голос. Не голосовал. Мы слышали Гагару. Ваши облажки, мы знаем, Светлана, как вас живут. Открыйте нам свое имя. Скажите вам, кто вы. Богдан. Богдан. Дуже непогано, дуже... Давайте облажками проводим команду. Він открылся, хлопец. Дуже помогает Светлана, и они молодцы. Ну, и... Остання на сегодня импровизація. А тут неадекватно может быть будь-хто. Отже, импровизація моя провинция. Полицейский, неадекват. Зупинив водителя за порушение. Дивимось, поехали. Добрый вечер. Здравствуйте. Сержант Махнатко. Значит, смотрите, вы порушили. И через это вам нужно заплатить штраф. Сколько? Тебе все дуже смешить. Скільки? Ну да, нормальный вопрос. Скільки штрафа заплатить? Дурочок, я ж мусор. Скільки ты питаешь? Ну да. Ну хотя бы 300 гривен. Я за 300 гривен в Киеве месяц проживу. Ты 5 лет не смотрел новин. Что, 300? Потому что что? Янек скоро уйдет. Янек скоро уйдет, потом Кличко в последний бой побьется. Доллар продамо по 8 грн. Давайте так. Я вам даю деньги и уезжаю. Все? Вы уезжаете куда? Всюди! Всюди же можно, правильно? Ну да, всюди. Это же 5 лет назад! В процессе диалога поступово втрачаешь IQ. Сколько я вам даю дати денег? Ну, смотрите, деньги для меня это ничего на самом деле. Для меня все это эмоции. Короче говоря, смотри, смотри, смотри. Что-что? Что-что? Что-то это было... Ну... Что? Ты что, неадекватный или что? Я не могу подняться. Что за мое такое? Что за мое такое? Ты спелкуешься только приказками. Так короче, все, я поехал. Едь, едь, дальше едешь, ты еще будешь. Да, дальше поеду. Да не так было, я слова забыл, потому что что посеешь, то и пожнешь. Слова посеял, пожал. Вы такой тупый, как камень, честное слово. Ну, камень под воду течет, ее точит. Течет речка невеличкая, как ты скажешь. Хорошо, спасибо, до свидания. Можно я поеду? Ты не прощайся, пока менту грошей не дал. А это новая приказка! Моя провинция! Сучасно! Спасибо! Давайте поаплодуем всем командам. Все три обовязковые конкурсы. Зиграны. Будь ласка, шановные судьи, ваши вражения от сегодняшнего финала. Будь ласка. Давай, Вова, давай. Игра была очень непостоянная. То есть были в ней сегодняшние игры и взлеты, и какие-то падения, провалы по юмору. Где-то что-то недопонимали, где-то догоняли ребята. Но в целом мне очень понравилось, что в этот раз, когда были театральные конкурсы с легосмешниками, как будто идеальное совпадение у каждой команды. Как будто это не просто легосмешники, которые приглашены, а как часть команды. И мне каждая команда понравилась. Они все разноплановые. И я не знаю вообще, кто пройдет дальше. Это просто случай кнопки. Это уже складно будет. Да, это очень сложно. Я не знаю, если бы мы вставали, это было бы вообще ужас. Но каждый заслуживает место в финале. И вы все молодцы. Спасибо за такой разный юмор. Дякую вам. Маша. Наверное, за всю мою недолгую пока что историю в Лиге смеха я чувствую настоящее соревнование. Это правда. Одно дело судить, когда ты не играешь на расслабленном, на чиле. Другое дело судить крутых конкурентов на самом деле, когда ты в игре. И вот, наверное, сегодня у меня первые такие ощущения, когда ты чувствуешь ценность каждой шутки в каждой команде. Ты понимаешь прям, вот как это было рождено, конкурентно ли это способно, что сделали, что не сделали вы. Я вот прям сегодня, как вы любите. Детально все это расцениваешь. Да, да, да. Сергей, ты сегодня… Давайте, Сергей Владимирович, мы вам, так сказать, поставим знак оклику. А, доброе. А, Сергей, ты сегодня был и на балконе, и тут, и ты был бойцем сегодня, и ты боролся за свою перемогу, Можливу. Скажи, пожалуйста. И сегодня был в разных кутках этого зала. Да. Освою всю территорию. Давай, свои эмоции скажи. Скажи, как выражение тебе? Игра была очень напряженной, понятное дело, потому что приближаются к финалу дела. Команды все очень переживали. Это чувствовалось. Все эти вибрации, все эти вот волны, они блуждали везде. Да, скажу за себя, не буду говорить за всех тренеров, да, но я был требовательным, да. Требовательным, да. Я очень избирательно, да, выискивал юморок, смех. Прям, ну, не знаю, болты, да, как называют, да. Вот так. Но спасибо вам огромное-огромное. Всем низкий поклон. И всем желаю пройти дальше. Давай, Соласичка. Ну, на самом деле, Сережа говорит, что серьезно все это очень внимательно, но хохотал он так и с таким удовольствием, и очень искренне. Игра действительно напряженная, извините, что повторяюсь, это чувствуется. И юмор разный. И даже несмотря на то, что я сегодня не играю, я очень-очень волновалась, сидела. Потому что действительно, ну, страшно потерять каждого. Ну, ребята, я вам очень благодарна за то, что, ну, как вы это преодолеваете. Как вы это круто делаете. И отдельное спасибо просто за импровизацию. Потому что это самое крутое, самое сложное. Да, в вашей области. Ну, а сейчас слово надается Людиня Кристиану Роналду. Киртикин и Булак. Бан, 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 Бан. Ну, я хочу сказать, Маша, ты не права. Очень сложно судить вот так без команды, потому что в данный момент волнуюсь не только за свою команду, а волнуюсь за всех, кто на сцене. Потому что нужно остаться честным и дать возможность пойти вперед именно той команде, которая это заслужила. АПЛОДИСМЕНТЫ Поэтому было волнение не пропустить лишнюю шутку или хорошую шутку вместе с тем и не добавить, если это несправедливо. Ну, как... Подожди. А, как артист. Как артист... Хочу сказать, я хочу сказать, что это очень сложно, когда не отрепетировано, не выучено, а нужно что-то на сцене делать. Не просто делать, а еще и рассмешить. И не просто рассмешить какой-то глупостью, а рассмешить так, чтобы это было и своевременно, и современно, и удачно, и так далее, и так далее. Поэтому особое спасибо вот этому молодому человеку. Вот, да. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо Станиславу Владимировичу. АПЛОДИСМЕНТЫ Очень важный момент для всех трех команд. Давайте подивимось на экран и дизнаемось, кто у нас в финале. Подтримайте, пожалуйста, они очень переживаются. Мы мали погодих, поддерживаем команды. Бали набираются. Моя провинсия проходить дальше. Давайте поаплодуемо команды НОС из Херсона. Давайте поаплодуемо Сергею Бабкину. Поаплодуемо. Мы слышали Гагару. Александру Бикалову поаплодуемо. Не засмучайтесь, те, кто не пришел дальше. Потому что, знаете, все будет хорошо. Это был первый півфинал. Ревно за неделю мы встретимся тут и узнаем имя другого финалиста. Мы верим в будущее, весь посвященный мир. И каждый из нас домой пришел. Мы разные, но на сегодня смерть соединит. С мечтою общей, сильной как любовь. И все будет добре для каждого из нас. И все будет добре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова